всем привет с вами the station и сегодня мы показываем вам дорогие зрители вместе с лёхой и даней да не дыркин и сардынки сейчас будет шутка пока сейчас будет на сейчас будет показываем warcraft фу и 3 варик не вовик там с модельками олдскул на и олдскульная игра от фэнтези fly games 2004 года когда только-только начал вовик там раскочегариваться только выходил до а варкрафт все уже успели позабыть в общем это винрарная игра которую мы должны вам показать спустя годы 14 мать его лет и посмотрим как эта компания с изменившимся логотипом раньше делала игры также как сейчас или лучше начинаем с небольших организационных моментов собственно карта у нас расставлены играем мы сегодня золоте рот у нас сегодня трое можно играть четвером все четыре фракции охватывать мы играем втроем без нежити каждый играет сам за себя сначала небольшой типа органайзер столика своего соответственно карта с улучшением юнитов надо расставить в три столбика их теперь типажи они вот нарисованы в углу естественно есть ближний бой дальний бой и летающие потом есть вот такая вот картонка это грубо говоря главные здания в вашем лагере собственно вокруг них вы будете дальше здание выстраивать вот так как мы играем сразу с дополнением у нас есть герои у нас есть тут такой вот жетончик у каждого он свой это алтарь призыва героев он ставится изначально сразу во время до игры может тоже кому удобно кому нет деревянные жетонщики юнитов тоже там по типажу разложить я уже привык в общей куче это все держать вот и самое главное это нужно выбрать себе героя изначально вот у вас есть колода карт героев возьмите по одной карточке каждого и слепую надо выбрать ну или бы не слепой можете либо слепой либо кто больше понравился не одинаковые тогда они да тут есть по три карты на каждого героя соответственно прокачивать героя можно три раза у него есть три уровня за это даются новые способности статы прокачивая вот вижу первый уровень первый уровень и первый уровень окей попробуем я буду рандом и так у меня ну это ураном хочу у меня выпал хранитель рощи у меня паладин естественно все остальные карточки которые не относятся к вашему герою их можно сразу просто убрать и хотел быть коровой ну ладно хотел бы demon hunter ну что вот мы взяли героев дальше дальше собственно начинается сама игра вам должны перемешайте колоду со способностями так и вытащите из нее три карты сетап пошел три карты тут в принципе это рандомно мы иногда нет не вытаскивали совсем иногда вытаскивали по две тут кому как нравится давайте сейчас такая более фановая партия да у меня там порта и зачем говоришь что я было и пилы в общем на картах написано когда они используются где они используются в общем у вас есть три карты остальные карты там есть два правила по которым вы их можете получать они взаимозаменяются первое это вы получаете по одной карте за каждый выигранный бой причем неважно это с монстром будет либо против другого игрока либо более крутая штука которая нам больше всего нравится это вы как в самой стратегии за ресурсы покупаете все исследования они стоят одно золото насчет ресурсов сейчас тоже расскажу как это все где смотреть что сколько стоит как это все производится есть два жетончика вот такие вот с исследованием следствием вот они у вас тоже лежат их можно у себя в главном городе потом покупать так потом расстановочка изначально у вас есть собственно герой он показан звездочка деревянный геи вот ставите его на свой замок потом изначально у вас есть еще трое рабочих рабочий тоже ставится на замок лук 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 опять работа теперь не знаю можно броском кубика решить кто первый ходит 4 6 неплохо 4 давай хоть ты ничего не 6 ехать ту хреб 4 молодого с тобой природе на 3 я в утре нет и вы очень я буду первый хорошо отлично значит игра делится на четыре фазы первое это момент фаза каждый юнит уходит на определенное количество клеток сейчас тоже про это подробно чуть попозже расскажу вторая фаза это фаза харвеста это вы добываете ресурсы с помощью своих рабочих третья фаза это фаза диплоя когда у вас выходит кто-то из замка там исследование завершилось юнит нанялся там герой воскресился в эту фазу не выходит покажите себя давай вот поехали первая фаза фаза мувмента давай мувайся рабочие и герои ходят на две клетки соответственно я одного рабочего отправляя на лес двоих отправляю на золото герои не находит сюда например дальше фаза харвеста я вот ребятам говорил за кадром есть три правила как это все набирать мы используем самый такой ванильный и самый наверное фаново рандомный это броском специального кубика прикол в чем если вам выпадает тройка на нее вот такой специальный значок это значит что вы начинаете истощать шахту либо лес на нее накладывается вот такой жетончик но пока с одной палочкой если на этом же участке вам будет вторая тройка это значит ресурсы у вас закончились и здесь добывать больше нельзя собственно рандом в том что вы можете самого начала игры закрыть себе шахты и потом страдать давайте тогда за лесоруба вот первая пошла коварный гульдан помог соответственно беру три дерева себе потом за первого золото добытчика единичка и пошло из-за второго нет реролана там было на поле упал и да еще рерол на карту залегло единочка так я беру два золота так третья фаза деплой у нас никакого нету потому что мы еще не успели и соответственно сейчас начинается фаза когда вы тратите ресурсы на то что вам нужно тратить их можно на постройку здания на исследование ресурсов наем новых рабочих наем войск изначально у вас в лагере есть ратуша в которой вы можете либо исследовать либо нанимать строителей либо вернее либо бараки которые позволяют вам нанимать юниты ближнего боя их ценники нарисованы собственно под каждым из них то есть рабочие исследования это одно золото наем юнита ближнего боя это золото и дерево соответственно постройка здания два золота два дерева и улучшение юнитов про это чуть попозже тоже два золота два дерева еще важный факт том что для того чтобы строить здание хотя бы один рабочий должен находиться у вас в городе то есть я сейчас не могу ничего строить поэтому я потрачу золото и дерево и наиму себе бойца ближнего боя вот он у меня строится и на следующий ход диплой он у меня соответственно выходит все что у вас тут построился выходит из города либо из аутпоста об этом тоже попозже когда мы до этого дойдем принципе все моя фаза на этом закончилась моя дали зарду нам нужно больше золота еще больше леса два машина лес герой герой на две клетки до можно разместиться а что это вот такое мельничка такая дам проект тоже надо рассказать сразу я хочу придется значит есть на карте специальные зоны они отмечены флажками там с единичкой либо с двойкой это виктори поинты виктори поинты выпадают вам соответственно если вы на момент конца игры хотя бы один юнит у вас находится на этой клетке также виктори поинты выпадают из карточек и также виктори поинты еще появляется если вы прокачали какой-либо юнит до конца соответственно у кого больше виктори поинтов в конце тот победит только в конце да потому что барабану вот но я те не советовал бы сейчас эти туда потому что на всех этих зонах находятся крибы оба да те которые отмечены как бы вот такой вот золотой монеткой с циферкой двое это довольно такие до серьезные ребята два я не боюсь препятствий ты будешь драться да я хочу драться соответственно он открывается и мы видим что там небольшой дракончик летающего типа для такого рубил это же самая халява да так у тебя какой этот герой блэд мастер блэд мастер так как он боец ближнего боя не может бить по летающим юнитом вот это говно да поэтому тебе не стоило торопиться вот так как он не может бить то у тебя он автоматически проигрывает а я могу уйти из бомби обилка винд волк чё она делает я могу умываться этим героем на одну клетку это в конце раунда этим можно уйти из битвы да можешь использовать обилку обилка используется каким образом соответственно у вас на карточках героев а вот это кстати ничего не стоит это бесплатно но я дальше расскажу есть обилки они помечены вот такими значками их количество варьируется это мана мана добывается как у вас есть вот карточки там какую-то рандомную достану будет на каждой карточке есть вот такие кружочки соответственно вы можете не использовать способность этой карты а скинуть ее и получить за это количество маны которые там у каждого чтобы использовать обилки герой хитро да коварный альянс так что в принципе ты можешь сразу просто выйти из боя автоматически как бы и туда из-за того что ты крепкий хреба исследовал он соответственно типа висит в открытую до висит дальше у тебя фаза харвеста дай кубик давай говорит о смотрим лес зеленый память батрак давай батрак единичка один ресурс одна палка таро батрак двоечка мы самые успешные орки этой планете и зон сок значит не нужно в золото сегодня сорту ну ты тоже начал закрывать шахту бери три золота за так что теперь могу теперь за иметь тебя трата ресурсов собственно так как у тебя тоже нет рабочих в городе я хочу сделать дорожок это не слабо человечка я поставлю я поставлю сюда где там вот сюда грант платишь за это золото и дерево золото и дерево за гранта не жалко так хорошо наступает собственно мой ход мне нужно два золота два дерева чтобы построить что нибудь это не очень здорово ну либо могу понадеяться на свои чудесные кубики что собственно и сделаю а мой герой ну эти сорну паладина я не хочу и воспользуюсь наверное у у меня он дальнего боя да да дальний бой дальний бой то есть я могу еще и кого-то стрелять летающих да давайте тогда сразу еще расскажу как вообще делится и юниты в общем ближний бой во время боя они ходят самые последние и бьют только либо себе подобных либо тех которые умеют стрелять стреляющие могут стрелять во все что угодно и ходят самые первые летающие это соответственно промежуточная такая такой юнит его могут быть только летающие либо стреляющие и прикол летающих в том что они ходят на две клетки и могут перелетать через препятствие вот например в горы только они могут залететь герои их типаж указан соответственно карточки дальний бой у нас только у тебя у нас тобой они ближники вот когда дойдем до боя я расскажу как это все происходит потому что там тоже все на кубиках завязаны но видимо мы рассмотрим это прямо сейчас я бегу на ферму и там тоже стреляющие значит выгодаете кузике одновременно друг с другом так тогда рассказываю про фазу боя вот у меня есть парень-уполченец у него силу 2 попадает он на единичку и двойку силу 3 1 2 3 соответственно 4 1 2 3 4 голем попадает на 12 окей я попадаю на 11 успехов тебе удачи попадаешь на 12 потому что это твой уровень это твоя сила это твое хп удачи тебе успехов долголетия мне кажется мой рак кубов сейчас пригодится эльфийского здоровья так как вы одинакового типа кубики кидаются одновременно за крипов обычно играет человек который сидит слева то есть момент и азарду вот соответственно еще момент так как у него два хп у крипов чем больше хп тем больше кубов они одновременно кидают соответственно так у него два здоровья он кидает 2 кубика на атаку если его ранить у него останется одно здоровье он кидается на один так у меня вот и здоровье ты кида нет ты кидаешь один это только на крипов работа бескостные ушки это все не попал и ты не попал да никто не попал но в итоге кубики кидается до того момента пока кто-нибудь не умрет дырка так дырка да теперь ты кидаешь один так кубик 3 4 ничего ничего оттуда вот здесь здесь так пози 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 да можно использовать способности какие-то из них боевые какие-то не боевые какие-то дают ресурсы какие-то дают виктори поинт и там мужиков два и завалил ранка ранка да да ты получил ранку соответственно у тебя остается два здоровья но у меня завали тоннчик да но при этом ты его победил что тебе это дает вот эти циферки на заднем обороте жетончика это опыт который ты получаешь для того чтобы прокачаться надо получить три единицы опыта следственно ты себе этот жетон сохраняешь и потом впоследствии может прокачать персонажа я получил захватил ферму да 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 уже есть наконец игру будет если она будет мы хладить до пищи за любой стрельба вот собственно 1 6 я из веточки 1 тернут катали поехали дальше точно тоже не бывает все только начинается точно мой harvest лес один ладно обломался золото золото 22 вот нет два золота и поскольку мой один паренек стоит в городе то лес начинает строить на ты можешь меня нет второго дерева а тогда нет а вот смотри золотарь героев могу еще на зал так героев нет герой может только один это в отличие от стратегии да тут я понял я вас понял ценники которые указаны на алтаре это показывает сколько должен отдать ресурсов за воскрешение своего героя если он первого уровня спас на одно золото одно дерево если на третьего я по три понял так строить я не могу это наем рабочего либо исследования чтобы получить ну тогда я найму себе одного рабочего за один золотой да или кстати за каждое здание вы можете нанять только одного юнита то есть соответственно одновременно может там один рабочий быть один боец ближнего боя поэтому имеет смысл до построить дополнительный казарм тогда еще языка и в казармах кого-нибудь у себя вот вот так вот расточительно мы будем жить так дан я это мы его так важней бой переделана где там внизу придел тебя тоже толка есть да так да так ты и убрал я сверху это вот алтарь нет это не алтарь у тебя в другом выделить а ты не помнишь как алтарь в третьем парике выглядит вот вроде казалось в этот алтарь был нет да точно стыда позор мне это буренская говно да вот твой мой так наверное ходить но нет смысла сейчас куда-нибудь потому что паладином я не буду рисковать в одиночку идти поэтому я сразу перехожу к харвисту за дерево денежку за золото единичка за 2 золото единичка дай два золота так дальше у меня выходит пехотинец и надо быть что-нибудь еще сделать я найму еще одного пехотинца я вижу какую-то человеческую агрессию экспансию тут да есть ролик или мало я пару теперь его следующем так я найму его бойца и вот хочу я не понимаю по-соседски иван по-соседски так я все я вместо тела выходит нет сначала ты двигаешься потом собираешь ресурс жопу давай говно 4 4 он первый ходит давай так и смотри еще мы наткнулись на юниту которого есть специальная иконка способности эти указаны на вспомогательных карточках которые у каждого есть у него да он бьет по площади если этот юнит кидает единичку на атаку то он вместо одного урона наносим 2 причем даже в соло целью наносит либо 2 раны а если там много человек вокруг него то он равно двоих убиваешь не к этому не готовила да да и я за счет тоже быстренько так скажу у каждого юнит кроме героя крипов у него одно хп то есть достаточно одну ран нанести и он умирает на что тут тут бежишь а тут нет когда нет убеги за так поворачьи рожаемся давай мочи так тогда я четыре кубика должен кинуть на ой первых ядер давай он попадает 3 так и убивает у тебя три здоровья убил да все ты молодец ваня теперь ты можешь собрать ресурс отдавай но я теперь понял что он силен здесь дерево один еще дерево два три дерева неплохо как раз групп сиска лучше я сейчас угар там пойду шатану золото один хотя бы не закрыл его сразу так чем могу строить где-то урена строится в общем то урен и живут уже урены они прокачиваются то есть у тебя есть гранты ты потом тратишь ресурсы ты прокачиваешь его смотри тут еще нет не так все просто с улучшением юнитов нам не только надо ресурсов тратить надо еще и здание строить это все указано на вот этих вот штучках то есть соответственно чтобы прокачать своего пацана дальше 2 уровня нужно тут байду да тебе нужно вторую казарму построить хорошо из изи но ты не можешь почему потому что у тебя нет рабочего в столице рабочие нужно как рабочих строить рабочие нанимается за одно золото за одно золото надо видеть можешь 2 гранта построить нет я покажу свои ресурсы волшебно идем дальше шаг ну и наступает мой ход так для начала я двигаюсь сначала я двигаюсь и как же поступаю но отправляю еще одного на два в этот внизу и еще одного в эту шахту нет 11 здесь мне нужно много леса я же эльф логично логично а мой герой ну пойдет потихонечку раз-два и будут тебе угрожать иван так теперь начинается харвист за ближайший камни лес 3 начинает истекать так три леса за золотую шахту да что ж такое так и за 1 и за дальний лес бедны как как умом так и духом так и сейчас насчет того что ты идешь в не угрожать это кстати не простые слова в том плане что рабочие сами по себе драться не умеет и соответственно если на их клетку попадает противник рабочие просто на 0 делится и умирает автоматически поэтому сейчас тут я по образу вот вот это вот правильно ты же не альянс-то не умеешь делать колту учись у соседей и в конце моему минфаза выходит один грант и ой грант физки лучник не лучник у вас а этот друг медведь лучники это стреляющие уже ребята на чуть попозже появится чем медведа свин так и тогда мне опять не хватает ни на одну постройку потому что мне не хватает золото здесь рынок не ты как так это не совсем колонизаторы я думаю как героях ну ладно тогда я что что я сделал я найму себе еще рабочего одного за золото твоя армия да хочу окажут кого каждом не хватает виспу да вообще-то вирмеж а вообще-то виспы на секундочку армагеддона поделил эту господи армагеддона архимонда зимона на 0 0 так что ваши копкости здесь неуместны это были не виспы это было физическое электричество все все я закончил так сейчас только у тебя один ход еще она дождет так ты закончил я перевожу пехотинца сюда и на следующий ход постараюсь подраться на ферме так так что сейчас у меня harvest а потом кто залез давай вылез золото 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 плановая экономика педа потихонечку на 1 до так у меня выходит пехотинец и рабочий и рабочий сразу же может начинать строить а я хочу построить себе зигура если мы у меня будет замы вторая казарма как строится здание здание опять же строится один ход и для того чтобы никто ничего не проморгал они переворачиваются и рабочий ставится на это место тут нельзя как в игре самой типа больше рабочих наслать у альянса это есть только у альянса это прописано в специальных правилах мы до них еще не дошли потому что они по большей части боевые у меня есть правило кооператив билдинг это значит я могу заплатить чуть больше ресурсов и при этом у меня должны быть два рабочих на здание но она строится моментально и можно им сразу пользоваться дерево это забавное правило базу двигается до база двигается она как делает сейчас туда сразу поставим я не знаю мы этой штукой не пользовались я не понял в чем ее прикол в общем вот у тебя есть твое дерево и соответственно если ты будешь им двигаться у тебя пустая клеточка будет ты можешь переходить в принципе это полезно на каких-нибудь больших картах если надо войска просто чтобы они у тебя они же из города выходят за сан ты можешь городом прийти к противнику да вот а у тебя прикол в том что есть стреляют здание до здание стреляют но так как здание на самой карте могут быть только аутпост это маленькие городки такие там прокси база если кому нравится так их можно поставить любое место для этого нужен один рабочий стоит они как обычное здание строится один ход и потом просто все юниты могут оттуда вылезать но здание опять же но как и рабочие схлопываются если на него противник стал вашего юнита там нет в плане что ты сначала походи и собери ресурсы в конце да в конце только фаза ну ладно как дерево скрешается тратится ресурсы так как он тебя был первого уровня ты платишь одно золото одно дерево это в конце да в конце только фаза не мог тогда я хотел тогда или слухи нет в плане что ты сначала походи собери ресурсы потом уже тратить а я пошли ход не мог то сделать тогда справедливо походить грант пришел на оборону а еще в каждой клеточке есть лимит вместимости там на одной клеточке может быть только три рабочих ваших и три юнита герои в этот лимит не входят и вражеские юниты тоже в этот лимит не входит суки мы будем строить теперь ну наконец-то они собирать будем собирать 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 будем давай золото один скромно на золото дерево 1 дерево 23 я говорю нормально вот так я вашу братью выпиливаю пока ты отыгрыш на деревьях буду убивать их солдат это не солдаты так рабы и пешки они слабаки если умирают а он не умер он бежал рискнуть бойца давай обратно в бой куда мне уставить сюда а точный туплю принизился уберу ржал вот слабо так и у тебя рабочий выход нет до рабочий я могу сразу строить да у тебя второй золото есть вот она а второе тоже один надо нет это наем воин а постройка здания до на это любого здания а куда он будет дальше супер грант он дороже стоит программ 3 100 нет они будут стоить столько же но опять же там надо нанимать новые здания строить смысле и потом тратить ресурсы на их апгрейды ну ладно тогда тогда ладно подождем и подожду дождешь один ход подожду ладно ну ладно хорошо так и для закончится уход вот чудо если построил чумоку хорошо мои мувменты так раз-два так здесь а здесь а что мы будем делать наверно сансерок есть я одного рабочего приведу обратно на золото тут делать на рабочем я не деревянный раз стоят на даун в городе был дам горится потому что прошлый ход вышел так я его оставлю здесь а нет у меня появится в да у тебя выйдет потом еще один работа у меня один рабочий так что раз-два и ушел на второе дерево тогда моему закончен начинается harvest вот это дерево поиссякшие одно дерево так даже как этот парень тут оказался он мне в прошлый ход вышел раз-два а он на одну клетку ходит а две только герои или тащила уже была в интервенции да так пошло уж anyway второй лес еще один лес так золото 31 золото как там на золото не придется теперь парень у меня выходит рабочий и связано я хочу построить я хочу сделать постройку какой ну наверное я хочу нанимать эльфов летает а и стреляющих до стрелочек соответственно да ты правильно взял они сюда ставишь переверни и рабочий он и туда рабочий пришел строй давай ресурс только заплатил ничего пишите на халяву едет на я же альянс там и мой ход закончен альянс я пойду подерусь и ухать а и так тролль 22 мы кидаем кубики одновременно потому что ближний выберем и да соответственно мы с тобой по два куба кидаем вернее мне надо их поддельности кинуть мне герой посильнее ну ты как откидай свою на 12 до замечать 12 сейчас они пока еще не умирают они еще должны свои откидать кидаю за пехотинца попадаю в ты из-за паладина попадаю все значит у меня умирает пехотинец у меня герой получают одну рану но мог погибает да мог погибать я получаю от говна к услугам и что летающего пидро сразу сунули баланс я всегда знал это родом российская ненависть тут корком так теперь чё harvest и вот этим еще подвигаешься так лес залез до единичка золото золото двоечка и еще золото блин тройка ты пять золота получил теперь жаловаться эти пять золота потом так быстро уйдут так а лес мне дали на всем супер у меня выходит еще один пехотинец у меня строится здание где не знаю еще один рабочий всякий король раз тебя не голосову так окей иван рабочий один ходит на да не на рабочий на два слова яйца идем на добычу золото золото та 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 хоть попробуем его героя зарубить конечно ну конечно потраты потом он объявится как потом до выходит потом он да и сейчас давайте еще сразу про сражение скажу потому что там твой герой может даже не двигаться уже поучаствовать сражение как проходит опачки соответственно например сейчас ты инициируешь сражение и все вот в таком вот цветочки вокруг этой клеточки она все участвует в бою ну ладно я подумывался всем кем хотел этот поездка и понимаю потом на сразу же на строительство строить окей тогда выходит не сначала кубича давай я осушу все эти ресурсы сорту давай единичка пара кончать этим ресурсом нет он не еще пригодится лес один стабильно доме золотые шахты просто все можешь теперь у тебя выходит герой вышел и теперь я хочу эту штуку констракшен комплект солнце рулит воркрафт соседок ты заплатил так 2 и 2 до правильно же у меня все дорогой как у всех у всех у всех не летающих мобов так и могу чуть-чуть построить чего-то например могу еще одного гранта впихнуть больше грантов орда начинает а я один д мы начинаем строительство по полной завоевание идет давай давай все мой ход да ахать будешь драться он файл 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 то что у него и соседней клеточки будут стрелять получается у него пока ничего не будет стрелять смотри как у него проходит стрельба стрельба только на зданиях то есть типа рабочие должны стоять на постройке и только потом они стремляют к расстройке кстати аутпост так же как и в городе у тебя рабочий должен быть на пустой клетке и тратишь два ресурса каждого я просто не совсем понял про цветочек вот допустим сейчас я нападаю сюда да как он своим ближним боем сможет мне вот панировать смотри как бы вот ты напал да вся вот эта зона это поле боя так как у тебя стреляющий ты наносишь урон 1 он потом отвечает всеми кто у него вывожу а я понял а как гитса давай говно его его дожди ты вазе пасть кстати а теперь если ты героем нападешь у тебя будет уже двое не только я про это и говорю вот так теперь моя работа да просто будут пост вместо гранта рабочие стоят на месте пока что и смотри типы ты сейчас будешь нападать лимина хорошо сейчас нападать не буду у меня достроилась здание у меня же виспы ну исчезают они же перерождаются в деревне это тут так как не работает он возвращается я требую исчезновение ну и тогда все хоррест до диме 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 первый раз три неплохо сразу вырубил на ким палку палку кину до второлез чтобы кончить со всеми с лесами до конца переворачивать три леса золото раз мы готовимся к войне война обор выбирают ресурс ну почти на грани было так ну что закуп мы готовы к нам погнали на запу получается я трачу два дерева я же могу сразу купить эльфа правильно да трачу два дерева одно золото чтобы купить себе эльфа у нас стреляющий так и и и и и и и строю себе еще здание два золота два дерева какое же здание хочу себе построить какое какое-то какое здание все ходу пустой каковая посвящен о конечно конечно я хочу себе каменных гигантов ну что все все ходи заплат лично так я повоевал это хорошо пока вот там месяц и еще хотел эту пробочку я тоже хотела вот аванпост поставить здесь но где кубик гранатом не нужно поехали закрывать свои ресурсы бы золото первый скромно дороге закрываешь плановый отлично лес лес новая экономика великая депрессия началась это вот у тех война вот смотри сейчас мы будем друг другом воевать альянс веселавра заберет он убил он где я апгрей же своих пацанов они у меня превращается из ополченцев футмана попадают лучше еще одно деление кубика и как бы все юнити которые уже есть на столе они тоже соответственно апгрейдится то есть тип не надо нанимать новым круто вот собственно как он сражается только крутой герой сейчас еще сегодня ну смотри у меня дальние а также и две дыры в морде ну да две дыры всего осталось это у меня есть рут пока еще все следим я еще 2 2 исследования себе ставлю за 2 золота все я закончил и это походил давай ты чем воевать пошел у него две дыры в морде и один раз строится эта штука стать вот сейчас повоюешь добудешь ресурс а потом у тебя белка у тех здесь блэй шторм да я могу бежать шторм он только на третьем уровне как я получаю магнит стороны ману вид волк вот у тебя карточки на руке те которые тебе бесполезны их скидываешь получаю любой момент да хорошо ты в любой момент их используешь если эта ситуация позволяет и тогда я сбрасываю карту victory point получаешь 3 маны получаю 3 маны окей получил и у меня пока что тиман а или я использую или я получаю маны и сразу используя ну типа учат 3 маны вот на конкретно этот бой у тебя 3 маны и хорошо хорошо а я когда это делаю никогда у тебя нет на эти не надо использовать у тебя способность без маны ну что он не хочу сделать что им надо будет скинул и завязал соответственно нет смотри так как у тебя герой ману не тратит на крайне мере на этом уровне те карточки которые у тебя на руке сейчас если они на просто и за да они просто и за это когда тебе нужно в бою так хорошо и тогда сразу заману на начало раунда но сейчас начало раунда бой да я говорю рут на этого пацана я участвует он не участвует все еще до конца боя и тканут атакую спешил и билетесь весь раунд за свою белку с карты то она не не используется а я использую оба лишь magic за 2 маны и а ты как откуда маны я потратил одну ману на это ребята на одну среду ребята секунды чем не держи меня использование карты не тратит ману использование способности этого парня тратит ману рут отменяется рут отменяется не отменяется а это что делает ну-ка посмотрим автор и карт орхеру обереги хэкбинг биби 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 тоже окей я просто думал надумал не твой винт волк чтобы ты не сбежал отменять от донил но отменил я удивительно получается сколько все карты что люди из руки у меня для карты так и смогу так порубать получатся у него грант бьет его гран мой грант бьет 2 но 1 1 2 попадают 412 но удачи чтобы рубить тебя пусть там один хит остался 2 хитами это принести всего да подеремся давай сперва я стреляю до стреляет один кубик один кубик на 1 до 1 2 до вождь не попал до метри у меня 33 чувак голый 33 не герой бьют по одному кубику это его сила указано что он на 123 попадает и у него 3 хп то есть ты кидаешь сейчас один куб и не доверяйте буду кидать чё время ну как бы там потери потом одновременно когда мы шансы к нулю стремятся я думаю там три куба ну ладно хорошо быть тупым так что ты не попал а ты попал кого-то снёс 1 1 к желтись да я или либо в герое то раны кидаешь ты сам выбираешь кто у тебя умеет что или бы это либо в герое либо в пехотинку да сейчас грант активирует не сработало не фартануло шоколад не виноват запах крови на моем клинке я чувствую да что у меня все падает из штаммин anyway мне кажется я вряд ли вы победите из этой ситуации ты сливаешь героя да если вы герои хорошо герой губай май полд бич и умничать включать еще даже да не подожди все таки было нанесено не мне одна была нанесена да действительно молода что это за хрена дырки оставил две не а там ставят несколько оставил да сколько осталось здорово столько и дыр меня два раза вы пытались поиметь нормального орка охренеть что за хрена у него одна дырка осталась я стреляю новый раунд а грант сейчас выходит сейчас он постреляет если он его не попал шоколад не виноват в дыра тебе еще это а теперь за гранта кидаю у него ручки да так нет грант не попал и у тебя тоже не попал еще одну дыру он тебе внес кого вот теперь либо герой вот теперь я убиваю пехотинца пехотинчика так получилось не умею апгрейднуть все кидай значит за стрельбу а ты сейчас опять термом будешь терпеть я буду господи эту игру нет нет да что такое остальное не кидай убил вот на опыта получает за убийство геруда получает ты победил в бою ты получаешь один опыт за убийство героя жетончик все ставишь потом может прокачать парню к 3 не берешь я подрался да ну что теперь мне надо что сделать обходил рису первыми да это всем доходил ресурсы ресурс ресурсы пара выдраивать все 2 еще . золотая 2 неплохо лес а он уже на почти не нужен лес потому что мы леса была все магнаты ну что теперь я строю теперь у тебя выходит чувак и строится здание а могу очень сразу еще раз строить здание как сейчас да хоть работать я хочу построить там где летающие стреляющие эти вот конюшни так это летающий да да он строится сюда вниз подолтай смотри ты потом разоришься по ресурсу почему он стоит как два дерева два золота но потом я смогу сделать стрелковых которые помогут мне эту херню который не могу убить такой часто летающих наймешь они тоже могут летающим так вот благодаря этой штуке до 22 рабочий огнем был там ты его сюда рабочий возвращается на эту штуку строить дополнительную дополнительную новую конюшню и еще хочу кого-то построить наверное два одного гранта что грант у нас крутые нынче ты не хочешь улучшить к смысле лучше у тебя построила старая казарма ты можешь заплатить два зол два дерева у тебя грант станет наездником на волках и будет попадать лучше как твой герой на это все сразу лучше да да все на карте лучше вот так же как я ополченцев футманов превратил а сейчас наверное мне это не нужно потому что они ходят на 1 да да ну потом проще мне кажется сделать это сейчас построить еще одного гранта га троих лучше на халяву теперь я готовлюсь к войне слабый эльфик подписывай со мной пак триппентропа молотова окей ничего сейчас если эльфа скачается в дальний бой не то чтобы вдвоем не вывезли подпишу его с тобой человечешка так и что же начинается моим увы тело двигаться на дому у тебя есть чем двигаться кроме рабочих моего города хотя смотри этот рабочий например уже ничего не делает мне даже закрылась ну тогда пив пив они ходят точно до рабочих за тянка до посты а потом ну да логично логично пробуем неплохо а если он первым кубиком кинет три то все когда 2 до 2 остальные будут курить я получать я смогу подвигать в город да зачем как бы вам сказать подвинешь его сюда там ваня стоит подвинишь его сюда тут я ваш омск не в этом замке мне кажется мы сейчас эльфов вайпнем очень быстро что вдвоем таки хочу это был то пришел а людей не трогал ну хорошо я не буду двигать вот именно тогда harvest да тебе сейчас надо много золота закрывай то красиво человек удача просто лес чё дело лес я как собака на сене со мне а мы другим не дам мы приезжаю просто ну чтож у меня тогда застроилась выходит видать чел у меня настроилась здание герой будет воскрешать пози 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 да я тогда потрачу ресурсы на восстановление своего героя где у меня хочу построить себе еще моих эльфиек короче есть мне не вайпнут на в этот ход то все хорошо и одного голема ты лучше только до голема сначала это будет простой футбол да сейчас он тебя друид а если ты заплатишь два золота два дерева он станет гигантом а вы только нанять сейчас золотку подожди я сейчас трачу один золото один этот чтобы купить него вот это вот это два золота два дерева для того чтобы их от гранина об границу уже нанять уже под одному золото дерево но у тебя не хватит и соусы и мы не можем торговаться никак нет но при этом ты можешь нанять сейчас как бы двух этих друидов а потом уже там следующие ходы что-нибудь придумал я не могу двух нанимать можешь у тебя же два здания логично тогда да тогда да так и сделаю bench играю за троих ну что давай давай обнялись просто хороводок просто хороводок ничего такого зла на шашлыки приехали ребятам так это ничего не буду пока строить больше сейчас момент катаклизм начался небольшой что катаклизм проливать так поехали хардис тоже сейчас буду закрывать себе все не факт лишь плановая экономика я каждый раз когда говорю мне началось не давать лес давай лес лес плановой экономика золото идиничка и он нас обману разолса единичка и вот за этот лес теперь двоечка ее единичка неплохо это насобирал калов так дальше у меня исследование завершилось ухта это работает так точно это работает сейчас воркс как-то делается к исследованию платьиш как за рабочего понял но при этом их можно одновременно два делать то есть рабочего нельзя исследование можно теперь мне 5 карт они все не очень подписаны ну он я нанимаю еще двух пацанов ближнего боя их рабочего от блин он пришел крепить границы ладно все да вот это объявление войны да мы сейчас я как тузик грелку давайте ребята рабочие давались подтачиваем все ресурсы хороста сделать а до хороста а где кубик хороста война неплохо плохо вот даже решил не закрывать не пригодится в долгом противостоянии поможем нашим братьям эльфам и все газеты уже читать вот срочно братью вы просто вспомнили от кого произошли что что там выходит до шоколад до конях а хочу конях в постройку отправить вот конях летающие до 22 дорого конечно стоит и нынче тур не говорил разоришься и нужно видимо а что тут идешь штуковины сами местности виктори виктори поймите до конец игры на вот гава чувак может это еще хочет построить я подумаю ну типа смотри как бы имеет смысл их чистить за опыт который крипы дают то есть понятие только голем и осталось завалить ты уже сможешь второй уровень взять потому что он дает 2 до видимо я на этом хотя прежде надо еще больше войск еще больше войск в больше грантов бляха муха а потом все как навалимся апгрейдимся мы в конце самом да вот сейчас апгрейдимся всем сыном вот ты сейчас тратишься на тип нет пока нет пока я по минималочке пройдусь ходи хожу эльфийский зад раз сюда раз сюда раз два сюда троих на золота два сюда отсюда блин не надо вывести тогда эльфийку вообще да потому что у меня тупо ай погоди герои же не читается не считаются тогда я вложу сюда рабочего 1 2 и пошел на harvest где кубу и рай весело так давай с двух раз золотая шахта золотая так так ухты 4 на на 4 золото а е так ребят выходят ребята мне как раз получается ты юнита и герой герой но дети не могу потому что меняет рабочих волчат тогда мы ход за нет где апгрейдить юнит апгрейд юнит в безрабочих можно это строить здание с рабочим поэтому я врачу на апгрейд 2 на апгрейд моих грантов 2222 и они превращаются в каменных гигантов и дают один виктори поинту нет они уже превратились это сразу делается нет виктори point это просто держи в у тебя есть да все становится гораздо храним так ты вышел ты потратил все больше ничего не делать да я сделал harvest подеплоил и потратил ну в принципе можно еще пытаться мы еще ребята да конечно я покупаю себе еще одну эльфийку нет теперь будет эльфийский харьям и и а вот теперь когда я покупаю я сперва произвожу также первый уровень чуть у всех по грант шахты и только сейчас откуда так и да наверное на этом все я ставлю заначку на черный день хорошо так тогда ты готов сам альянс порвем я вспомнил какое дополнение самое актуальное просто смотрит батл фразерот так чё там на меня гонишь да хорошо давай стой потом подеремся сейчас у меня кассире потом там зеленая волна бежит она не напишет как один тебя сюда тоже герой придет на две клеточки сюда встанет я успею свои подтянуть юнию куда не так harvest я кубик вот давайте с этого леса начнем свеженьку 2 ох ты как решил 2 вот ты как решил то так потом зовут этот лес давай 2 до что такое альянс понял плану экономика поднимает ставки так за золото 2 что творится йома народ 2 лотерея выиграно все поехали дальше ухе утра рокфеллер у меня выходит ребята и рабочий но я его сразу сейчас настройку отправлю устроить он у меня будет стреляющих появлялся и настройку сразу можно вархаммер какой-то момент подворовывать просто сиди немножко если потихоньку проблема будет решена так что делать дальше еще одно пехотинцы возьмемся мы находимся в состоянии холодной войны я все наверное нет да да все я да если буду с ним сражаться эти тоже будет сражаться да но ничего не могут сделать потому что да а вот что вот я убью этого человека предположим что не летает конечно что я получил лево типа да да ты прокачиваешь до 2 уровне соответственно потом до 3 за это открывается новые обилки сразу еще покажу вы эти карточки как бы не наслаиваете друг на друга потом а чтобы было видно все обилки так ты не держите потому что из поля твоих можете все давай когда я вообще по банк пойду дичайшие это все вот сюда на стол давай и туда это тоже участвует потому что в цветочке оказывается и это летающий дракон а